Напомню, изначально представлять Соединенные Штаты на встрече глав дипломатических ведомств ОБСЕ в Киеве должен был госсекретарь Джон Керри. Но после отмены Ассоциации Украины и ЕС Керри отменил свои планы, а сам отправился на Ближний Восток, где и сегодня заявил, что в Палестино-Израильских переговорах достигнут определенный прогресс. Вообще, это уже десятая поездка нынешнего госсекретаря в регион. За визитом следит наш ближневосточный корреспондент Григорий Бадо. Он тоже сейчас выходит на прямую связь со студией. Григорий, ждем от вас подробностей. Здравствуйте, Роман. Встречи, которые проводят на Ближнем Востоке госсекретарь США, можно назвать, причем безо всякого пафоса, историческими. Джон Керри представил премьер-министру Израиля Бениамину Нетаньягу американскую программу безопасности для региона. Детали плана пока не разглашают, однако Вашингтон пытается убедить Иерусалим в том, что и после создания палестинского государства безопасность Израиля останется для США и их союзников приоритетом номер один. Израиль же со своей стороны заявила о готовности обсуждать границы будущей Палестины, разделение водных ресурсов, обмен территориями до того, как будет решен вопрос с обеспечением безопасности еврейского государства. Тема требует глубокого обсуждения для того, чтобы разрешить исторические разногласия и обеспечить спокойствие израильских граждан. Нам не нужны указания, нам нужны понимание и поддержка. Израиль готов к историческому соглашению о мире. Мире, при котором Израиль будет способен собственными силами защитить свои границы от любой возможной угрозы. Нам известно, что путь к миру сложен и нелегок. Я считаю, что некоторый прогресс достигнут, и стороны готовы решать задачу. Мы остаемся в тесном контакте с лидерами Израиля и палестинской автономии и продолжаем движение вперед. Мы продолжаем эти договоры. Он рассказал о визите госсекретаря США на Ближний Восток.